Как случилось, что бывший военный лётчик, участник боевых действий, брещанин 1964 года рождения, оказался главным фигурантом уголовного дела, к тому же повторно. Виновник этому – неизменный подстрекатель во многих преступлениях – зелёный змей. Именно он заставил жителя Бреста сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения ещё в ноябре прошлого года. Он же, несмотря на штраф в размере 5800 рублей, подтолкнул повторить преступное деяние в октябре текущего. Санкция статьи предусматривает различные роды наказания, в том числе и лишение свободы, а также лишение специального права, право управления транспортным средством сроком на 8 лет. Уголовная ответственность также предусматривает дополнительные наказания в виде штрафа. Размер штрафа не может быть меньше максимального, чем предусмотрено за административное правонарушение. В данном случае от 200 базовых величин. И, конечно же, специальная конфискация транспортного средства. То есть, невзирая, кому принадлежит транспортное средство, оно подлежит специальной конфискации. Ни раскаяние, ни представленные документы, ни даже жалобы на состояние здоровья подсудимого не стали смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Ведь он и сам не щадил себя и больное сердце, раз за разом употребляя спиртное. На основании части 1 статьи 317 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначить ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на один год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств сроком на 8 лет со штрафом в доход государства в размере 300 базовых величин, что составляет 9600 рублей. За чей счет будет оплачен штраф, непонятно. Известно, что предыдущий лег на плечи сожительницы обвиняемого, так как он не работает и по большей части занимается огородом. Однако студенты, которые стали свидетелями судебного заседания, предпочитают не платить за чужие ошибки, а извлекать из них урок на будущее. Я садился за руль в нетрезвом состоянии, подвергал опасности жизни других людей. Я считаю, это неправильно. Для студентов это будет очень поучительно. В будущем, да, конечно, планирую получать права, но буду подходить к этому делу с абсолютно холодной головой и не будут поступать так же, как поступают люди, которые оказываются на данном месте.